доброго времени суток дорогие друзья я оксана андреева приветствую вас на канале сангейц киев сангейц университет и записываю этот короткий ролик для вас в уходящем 2023 году оставайтесь со мной буквально за несколько минут мы с вами просто пролетим анализируя наш про прошедший уходящий 2023 год и я дам вам несколько надеюсь очень полезных таких советов волшебных рецептов как все-таки подойти к встрече нового года и войти в этот год в позитивном настроении с позитивным мышлением и что же я рекомендую для разных групп сделать ну обо всем по порядку да мы всегда провожая старый новый год его иногда благодарим иногда вспоминаем наши трудные моменты я не исключение потому что этот год действительно был очень сложным но зато необыкновенно интересно заметьте какие бы нам сюрпризы не готовила судьба до идя по нашей дороге это все равно такой незабываемый опыта какие-то мы приобретаем знания какие-то приобретаем мы способности что-то мы теряем каких-то людей мы встречаем новых с некоторыми мы прощаемся но вот проанализируйте это просто удивительное время когда ты живешь здесь и сейчас и конечно же мы очень индивидуальные я не устаю это повторять и каждый из нас проходя свой жизненный путь до приобретая определенные знания мы иногда благодарны этому опыту иногда нет и чтобы скажем поднять такое новогоднее настроение немножко я решила вам дать волшебные рецепты всего же начать давайте скажем так что все мы я всех нас могу условно где-то разделить на четыре категории до первая категория то которая явно видит цель и на протяжении всего года эта категория мчалась к ней шла точно зная по плану решая определенные задачи и не останавливаясь на пути до может быть когда-то скорость была более-менее замедлено но это не мешало идти этой группе к своей цели и подходя к новому году они полны оптимизма они знают что они хотят они видят впереди цель дорогу из по они идут казалось бы какой может можно дать совет до этой группе психологи и я на своем личном опыте могу сказать что планируйте все планируйте чтобы не потерять какие-то мелочи да и вам будет намного легче и самый главный для вас вопрос это что мне дал этот год что мне дал именно лично для вас не для кого-то не для вашей семьи как это побудьте немножко эгоистами проанализируйте может быть что-то вы еще лично подчеркнуть и для себя их полный вперед вторая группа я бы сказала тоже видит цель они оптимисты они идут к ней да они иногда останавливаются иногда даже откатываются назад но это буквально на один-два шага и потом снова они идут вперед иногда они даже летят вперед и причем так быстро что теряются какие-то мелочи и они настолько живут будущем что они иногда забывают о настоящем помните что здесь и сейчас это самое главное состояние наше и что же за совет можно дать этой группе прежде всего кроме планирования четкого я советую остановиться буквально на немного и посмотреть вокруг посмотреть все ли вы мелочи учли до вашем плане внимательнее будьте к мелочам в этом случае можно замедлить ход я как сказала остановиться осмотреться написать четкий план может быть в этом плане вы упустили позвонить кому-то а может быть написать письмо а может быть вы забыли просто напросто с детьми пойти например в кино поэтому будьте внимательны к мелочам потому что из мелочи складывается все все вокруг как пазлики до в нашей жизни и они очень важны еще помогают на введение порядка в доме на рабочем месте везде в машине потому что организация вашего пространства помогает организовать и наше мышление не забывайте это пожалуйста найдите мастера если вам сложно с этим справиться самому или вы не знаете как это сделать найдите учителя и радуйте жизни каждый день вам счастливой дороге но не забывайте что иногда гонка лишает вас основного да и можно сбиться с пути третья группа к сожалению тоже многочисленная очень сейчас потому что это группа она иногда теряет свою цель вроде бы она ее знает а вроде бы и нет на они сомневаются постоянно правильно ли они поступают так ли они прожили этот год и что же будет в следующем году не сделает ли они много ошибок они буксуют очень часто они откатываются назад по своей дороге жизни то есть шаг вперед три назад и вот такие вот шатания они вызывают сомнения страхи чувство напряжения в теле и человек теряет позитивное мышление и чувство счастья и радости и конечно же прежде всего этой группе нужно кроме планирования обязательно найти человека мастера который поможет с этим всем справиться может быть у вас другая цель подумайте об этом может быть вам нужен астролог номеролог который поможет вам а может быть вы пойдете просто на рождественские гадания к нам в сангец университет да и вам подсказки подсказки помогут да обязательно обязательно здесь уже на введение порядка не поможет ни в доме не на рабочем месте нужно обязательно расхламление посмотрите в интернете в есть очень много книг по организацию пространства по разрах разохламлению не зря итальянцы даже выбрасывают мебель до под новый год чтобы потом купить новое поэтому здесь очень хорошо именно метод расхламления на рабочем месте в машине дома не жалейте делитесь ненужными вещами с ближними может быть кому-то они нужнее вы знаете я отправила подарок очень близкому мне человеку и потерялся он с лета не может найти адресата я конечно вначале расстроилась естественно пошла на почту записала конечно нотис такой дала но его так и не нашли а потом я подумала а наверное этот подарок кому-то нужнее в на данный момент и он принесет кому-то может быть больше радости может быть туда ангелы его и послали кто знает не забывайте в этом случае всегда в минусах искать плюс у вас это получится сто процентов что же еще я вам хочу сказать для у меня очень часто спрашивать спрашивают как найти своего мастера то или же учителя я могу поделиться советом как нахожу их я потому что моей жизни случилось так что меня окружали необыкновенные учителя моей жизни встречаются необыкновенные учителя и мастера которым я безумно благодарна за те знания которые я получаю и как же я их выбираю смотрите я всегда слушаю человека и оцениваю его тембр голоса прислушиваюсь к ощущению в своем теле напрягает ли мне этот человек когда я его слушаю до информацию которую он говорит как она приятно моему уху или нет понимая ее или нет можете закрыть при этом глаза и медленно дыша слушать этого человека и если в вас вы чувствуете напряжение в теле и что-то не так значит этот мастер не ваш учитель этот не ваш не пришло время а может быть вы просто не на одной волне потому что это не значит что плохой мастер что он неграмотный или он информацию дает какую-то неправдивую нет просто вы не резонируйте друг с другом найдите своего учителя и мастера и он обязательно вам поможет и вот этой третьей группе нужен не просто мастера нужен даже муру я бы сказала который поможет вам в нахождении вашей дороги и вы спокойно твердыми уверенными шагами войдете в новый год уже с такими скажем ощущениями что вы идете правильная дорога это ведь очень очень важно правда и четвертая группа к сожалению она набирает численность каждым днем все больше и больше потому что это кризисная группа их называю из которой я чаще всего работаю сталкиваюсь и я была одним из них мы все бываем в этой группе об определенные моменты жизни это очень сложно когда у тебя все валится из рук у тебя все планы рушатся и ты вроде бы все делаешь правильно но у тебя ничего не получается у тебя все ломается до жизнь идет наперекосяк может быть определенные способствуют этому трагические моменты в жизни потеря близких потеря здоровья и вот это неопределенность завтрашнем дне она просто вводит нас состояние депрессии может быть это даже состояние посттравматического синдрома после перенесенной какой-то травмы психической или физической здесь конечно же первым делом нужно обратиться специалисту который может оценить ваше состояние но не забывайте что вы не одни во всяком случае даже сейчас когда смотрите и слушаете меня смотрите этой группе конечно же как и себе раньше проходя этот период жизни я советую несколько таких пунктов прислушайтесь и может быть вам один из них или несколько помогут во первых очень часто говорят ой отпустите это не расстраивайтесь но в таком состоянии это очень сложно сделать просто примите эту ситуацию какова она есть да сложно да тяжело вы пока не знаете свой путь и не знаете что будет дальше но поверьте вы не одни потому что вы есть у себя вы есть у себя первое что я еще хочу сказать побольше времени будьте собой и не бойтесь этого просто это время вам дано может быть для того чтобы себя понять входите в медитативное состояние слушайте приятную музыку любую музыку приятную вашему уху в этот момент времени сейчас ничего не нужно планировать не нужно не расхламляться не наводить порядок единственное очень хорошо в этой ситуации просто перебирать старые какие-то вещи и вспоминания теплые воспоминания какие-то связки между прошедшим настоящим и будущим какие-то вещи вам подскажут при этом я не советую шумных и веселых компаний в этом периоде тогда потому что ваше настроение она видно на вашем лице на ваше поведение даже так как вы сидите или как выходите да и это будет людей как бы но не настораживать а привлекать вы будете людей их внимание и таким образом вы будете даже еще часть энергии отдавать им этого не нужно делать ни в коем случае это время побыть одному побыть в кругу очень близких родных людей и в этот период очень хорошо определяется кто настоящие ваши друзья потому что именно в темные времена видны светлые люди мы знаем эту фразу и слышим ее очень часто но действительно а это так и есть балуйте себя в этот период вкусняшками может быть чашкой теплого какао может быть каким-то подарком приятным которые вы как них не могли себе раньше позволить а сейчас именно вы себе можете это приобрести если это она вас этот подарок вас порадует побалуйте себя хорошим каким-то фильмом интересной книгой займитесь каким-то хобби это очень-очень терапевтично потому что действительно какое-то приятное хобби может быть новое а может быть забытая старая она поможет вам сконцентрироваться на этом да если у вас нет питомца подумайте об этом потому что пет терапия и общение с животными это очень терапевтически влияет на человека если вы не можете приобрести питомца домой вы можете волонтерить и ходить в питомнике где содержатся животные вы можете помогать вам и таким образом общаться животным также очень хорошо в этот момент именно найти волонтерскую работу по сердцу потому что помогая людям которым намного тяжелее а всегда такие есть поверьте мне вы таким образом таким образом будете помогать не только другим но и помогать прежде всего себе и это скажем вот такое волшебное время сейчас как раз для таких целей до подумайте об этом что я еще могу сказать обязательно найти заведите дневник это очень скажем такая рекомендация если вы помните раньше девушки очень часто в прошлые там два три века назад всегда писали дневники да сейчас это возвращается вы можете писать дневник в телефоне в гаджете вы можете писать его видео обращением на диктофон но все же лучше всего приобрести именно красивую тетрадь и записывать туда каждый каждое действие своего дня поверьте есть такие люди которым очень тяжело и они даже заставляют себя элементарно почистить зубы так вот если вы это сделаете запишите дневник каждое свое действие записывайте и просматривайте вы будете видеть что каждый день в пунктах пункты будут прибавляться и вас это будет радовать вы увидите что вы работаете над собой и что у вас действительно получается эти шаг за шагом к точке здесь и сейчас просто подумайте над этим над моими словами помните что алкоголь является депрессантом да он снимает некоторые моменты вначале но затем депрессивные состояния усугубляется помните что кофеины они очень возбуждающие действует на организм и в этот момент период жизни они не было приятное их употребление подумайте черный чай относится тоже к этому потому что и в зеленом и черном чай содержится кофеин тоже в газированных многих напитках поэтому будьте внимательны но в этот предпраздничный день конечно же мы все соберемся за праздничным столом у всех он будет разный у кого-то в кругу семьи кого-то может быть в одиночестве у кого-то во время исполнения своего долга у кого-то на рабочем месте но мы будем все одно загадывать желание мы будем все одно с надежды смотреть в будущее и в эти моменты я хочу чтобы ваши все желания исполнились все заветные желания исполнились я хочу чтобы эта атмосфера праздника волшебного детского нового года у вас проснулась вспомните себя маленькими как мы все радовались и ждали этот новый год я хочу пожелать всем мира здоровья счастье любви да это обыкновенные слова которые мы произносим для всех и всегда но поверьте может быть поэтому мы часто произносим что они очень важны для нас я вас обнимаю я посылаю вам тепло своего сердца я надеюсь что этот год все же унесет печали и невзгоды и следующий год мы встретим с надеждой и верой в наилучшее до встречи на канале я прошу вас подписывайтесь на канал подписывайтесь на чат в телеграме там тоже очень много различной информации и до встречи в новом году потому что мы будем с вами только начинать работать над собой над своим здоровьем и наше общение я надеюсь обоюдно приятно и до 100 скорых встреч с новым годом дорогие друзья